И так, господа, это полутяжелый вес весовой категории до 93 кг. Представим героев этой схватки. Спортсмен в синем углу. Ему 26 лет, рост 175 сантиметров, профессиональный рекорд. 5 побед, 2 поражения. Он представляет город Сочи. Приветствуйте, Григорь Матевосян. И его соперник в красном углу. Ему 31 год. Рост 182 сантиметра, профессиональный рекорд. 11 побед, 6 поражений. Он представляет город Симферополь. В красном углу Василий Бабич. Рефери поединка Станислав Новицкий, Москва. Василий Бабич, Григорь Матевосян, полутяжелый вес. Размах рук на стороне Василия Бабича. И рост, соответственно, тоже. Да, здесь есть разные данные относительно роста Матевосяна. В одних источниках указано 180, других 175. Конечно, 175, мне кажется, не совсем корректно. Вот отсюда, если смотришь на Григора, он явно выше выглядит. И 175, конечно, не самый типичный рост для категории до 93 килограммов. Снова левша против правши у нас. Как яркий представитель тайского бокса сразу же вот эту левую ногу всегда держит на носке Григорь и заряжается с дальней. Очень плотный внутренний лоу. Поджимает понемногу Василия. Да, Василий Бабич занимался вольной борьбой изначально, но впоследствии уже раскрылся как универсал. Выступал и по боевому самбо, и по другим смешанным единоборствам, по другим видам смешанных единоборств. Ну и, как мы уже говорили, периодически проводит сборы в городе Омске. Еще один внутренний лоу. Ишибает просто ближнюю ногу Григорь Матевосян. Целенаправленно работает именно на это. И какой-то икдаун амплитудный удается. Вот это было очень красиво. Просто прошел в ноги Бабич и здорово перевел, но пока Матевосян контролирует все. В общем, канонически пока действует и тот, и другой. Да, вот сейчас как будто бы, как мы анонсировали, это как такую войну двух абсолютно разных, принципиально разных стилей. И оба уже в первые две минуты это продемонстрировали. Диагонально располагается Бабич. Плотно его держит пока Матевосян. Матевосян отталкивает левую ногу для того, чтобы не улучшал позицию Бабича. Да, видим мы, что Бабич гораздо размереннее работает после того, как перевел. Вот только что перед нами мы видели, как, например, добивал хашпаков. И там гораздо больше было энергии и гораздо более интенсивными были атаки. А здесь такое ощущение, что Василий хочет очень-очень аккуратно, не торопясь улучшить свою позицию. Но вот как раз-таки сейчас рефери попросил больше активности от бойцов. По корпусу есть попадание. Закрывается гард. Ну и вот как раз, когда я готовился к этому эфю, отмечали у Василия Бабича, что он очень хорошо переводит, но не всегда здорово контролирует на земле. Не всегда хорошо получается у него развивать такие самые переводы. И часто получается вставать его оппонентов. Даже несмотря на то, что тейкдаун он делает прекрасно. Но понимаем мы, что это было какое-то время назад, вполне возможно, улучшил этот компонент Василия. И прямо сейчас как раз-таки мы можем это пронаблюдать. Посмотрим, как сейчас за счет сетки будет ли подниматься Григорь Матывасян. Он, по крайней мере, все для этого пытается сделать. Упирается на правую руку. И по корпусу как тяжело. Да, опять же, сейчас прямо перед нами располагаются бойцы. И очень хороший удар наносит, несмотря на то, что позиция не самая удобная Матывасян. По-моему, ни одного удара не нанес Василий, несмотря на то, что очень здорово и очень красиво перевел. Заставляет он своего оппонента тратить силу. А вот сейчас Григорь, по-моему, попробовал даже нагреть его в виде. Пока не удалось. Василию, по-моему, советуют держать позицию. Он как раз-таки попробовал опорную руку забрать. Не случилось. Постепенно, постепенно Григорь пытается встать, но и сил, и времени на это уходит довольно много. Опять отклоняется назад, прихватывает шею. Бьет ему по корпусу Бабич, пытается с переводом на голову, вытаскивает все-таки, собственно, голову из этого захвата. И опять то же самое. Есть хорошие попытки, нет пока яркого завершения. В таком размеренном ритме идет бой, обмениваются вот такими тычками или даже более значимыми ударами бойцы. Ну и да, Василий начал включаться, начал добивать. Если сначала он попытался сосредоточиться на том, чтобы улучшить позицию, чтобы очень правильно расположиться, то сейчас, видимо, он понимает, что время постепенно уходит, что могут поднять в стойку. И начал включаться. Последняя минута у нас тем временем начинается. Опять прихватывает за шею. Да, то, что называют в некотором смысле патовой ситуацией, когда у бойца в более выгодной позиции нет возможности атаковать. Ну, а, соответственно, у человека, который располагается снизу, не получается встать. И часто мы в УМА наблюдаем такую картину, понимаем, что это не то, что обычно любят зрители, не то, за что любят зрители твит спорта. Но в то же время у спортсменов есть свои задачи и свои желания в поединке. Понятно, что все хотят выиграть. И для них так гораздо важнее, чем порадовать зрителей. Попытка очень такого тяжелого бокового удара. Сразу же прочитал этот эпизод Григорь Матывасян и заблокировал левую руку. 10 секунд еще, дамы и господа, нам смотреть. Первый раунд. И далее будет пауза. Закончились первые 5 минут. И вот относительно недалеко от нас располагаются стуки. И, согласись, опять же, будет непросто здесь определять, кому отдавать раунд. Да, с точки зрения позиции, Василий располагался сверху. И там очень серьезное будет время контроля. Но это был чистый контроль. Было очень немного ударов. И даже иной раз показалось, что со спины Матывасян бьет жестче. И удары могут быть более болезненными, чем удары Василия сверху. Да, безусловно. Но в стойке помним мы очень тяжелые внутренние лоу-кики. Которые тоже не пройдут без следа, как и для судейского корпуса, так и, собственно, для оппонента. Да, тот случай, когда урон против контроля, по сути, как критерия оценки. С точки зрения урона, наверное, нет вопросов. Матывасян был лучше. Балич контролировал. И вот сейчас опять же мы видим, на что и обращали внимание в первом поединке. Абсолютно по-разному бойцы пытаются восстановиться. Не садится Матывасян. Попробует даже легкий стретчинг использовать его угловые. Ну, видно, что он очень-очень заряжен. Учитывая, что он мечтал дебютировать. И я повторюсь, опять же, он не знал ни соперника, нигде пройдет турнир. Настолько он был готов к началу профессиональной карьеры именно в ACA. Поехали дальше, второй раунд. Сразу же начинает заряжаться с правой руки, поджимает Григор. Ой-ой-ой, тяжело бьет Бабич. Хорошо. Внутренний лоу. Балич был хороший. И видно было, что там нога в такое неестественное положение немного встала у Василия. Тяжелый лоу он пропустил. Вот здесь позиция очень комфортная для тайских боксеров. Если не будет опускаться Бабич ниже, будет с большим удовольствием работать коленями и вязать Григор Матывасян. Прижимает его плотно Бабич к сетке. Стался поработать с томпами. Хорошо просовывает руки Григор. Таким образом сейчас наверняка будет разворачивать. И внутренний зацеп едва не удается. Тем не менее Григор развернул. Сейчас сам уже прижал к сетке. И будет ли пробовать разорвать дистанцию, чтобы снова в стойке поработать. Классическая тайская работа. Просто уничтожает правую ногу Василия Бабича. Ему, конечно, нужно что-то с этим делать и желательно какого-то скорее. Да, очень неприятные колени. Понимаем мы, что оба тяжелые. Оба могут жестко бить, жестко попадать. Ну и пока Григор выглядит опаснее. Необходимо просовывать левую руку, так называемый андерхук, для того, чтобы избавиться от этого неприятного захвата, уменьшить его плотность и в дальнейшем уже самому разворачивать. Вот сейчас как раз только начал это делать Василий Бабич. Можно изнутри попробовать просунуть. Да, вот то самое долгожданное действие, которого так не хватало. И снова, посмотрите, Василий разворачивает. Но, несмотря на это, сразу же пропускает, по-моему, колено в корпус. И не самое приятное это колено. Потому что хорошо попал. Несмотря на то, что был прижат к сетке, Григор сумел даже найти пространство для того, чтобы замахнуться. Но много борьбы у нас во втором раунде. Практически первые две минуты полностью проходят в борьбе у сетки. И поочередно разворачиваются из-за друг друга. Вот Ивасян поглядывает постоянно на время. На огромный экран, который находится прямо сейчас напротив спортсменов. Опять та же самая работа. Колени идут в ход. Отсушивает он бедренную часть правой ноги. Попытка была оторвать от сетки. Но пока вновь именно в таком более вязком ритме проходит поединок. Да, но интересно, конечно, что такие карьерные позиции у бойцов, наверное, совершенно разные. У Василия все-таки было много поражений. В последних поединках были и серии из этих самых поражений. В принципе, он после 2013 года много проигрывал. Паузы там у него были. А вот Ивасян идет на серии из пяти побед. И вот, как говорят или как скажут, может быть, болельщики, конечно, ему нужнее. Пауза у нас возникает. Да, было попадание в пах, насколько я понимаю. Очень досадное. Там не очень сильно, но попадание было, да, по касателям? Да, было хорошее. Бабичу, да, дают время на восстановление. Ну и сам Атавасян пользуется паузой. Цепляет руки на сетку. Таким образом раскисляя мышцы. Вкусное замечание сейчас. Вернее, даже такое предупреждение, наверное, от рефери. Еще немного времени потребуется Бабичу, чтобы окончательно восстановиться. Уже не первый подобный эпизод. Сегодня мы уже видели. Да, у нас пока из четырех раундов, которые мы посмотрели, в трех были остановки. Из-за того, что бойцы допускали запрещенные удары или запрещенные приемы. Здесь каждый сам может выбрать, как это называть. Ну и все еще не восстановился Василий. Пока не готов позабавлять поединок. Ну и вот как раз сейчас, видимо, мы увидим продолжение. Да, приносит свои извинения Грегор Матывасян. И поехали дальше. Челноке в таком прыгает. Ой, какой плотный внутренний лоу-кик. Да, но по-моему Василий успел его увидеть. Начал убирать ногу из-под этого лоу-кика. А вот сейчас на выходе из плинча очень хорошо попадает Матывасян. И, судя по всему, потряс он Бабича. Опять же лезет в борьбу Василий. Здесь из этого положения подхватывает шею Матывасян. Будет наверняка осуществлять попытку перехода за спину. Но там вовремя очень поставил руку. Тоже обходил корпус Василий. Теперь будет пытаться слева от себя, наверное, обойти. Да, показалось, что сначала Грегор вообще очень здорово среагировал. И не будет никакого развития в этом эпизоде. Но пока мы видим, что сверху Матывасян пытается контролировать. А Бабич прошел в корпус. И это позволило ему даже несмотря на то, что бойцы поднялись на ноги, прижать к сетке. Рассечение возникает у Василия под правым глазом. Тоже, опять же, видели мы уже что-то подобное у Александра Чернова. Голена! Голена хорошая. Сейчас гуя от Матывасяна. Потихонечку забирает бразды правления в этом поединке себе Григор Матывасян. Продолжая сохранять вот эту свежесть. И шаг за шагом увеличивает то самое преимущество. Ну и самое главное, большое красное пятно под правым глазом у Василия появляется. И мы, конечно, понимаем, что это сечка. Мы понимаем, что он довольно серьезно кровоточит. И будет чем заняться катменом в перерыве, который через 45 секунд наступит. Вновь комфортно в таком положении Матывасяну. Конечно, очевидно, Бабичу нужно переводить. И делать это как можно скорее, потому как Григор очень плотно бьет коленями. Опять под внутреннюю часть. Вот сейчас удалось все-таки развернуть и прижать к сетке. Да, конечно, в этом бою можно будет ошибки и успешные технические действия во время борьбы у сетки разбирать и писать методичку. Очень много борются именно вот в таком положении оба спортсмена. 10 секунд до конца второго раунда. Пробует взорваться Матывасян. И короткий боковой там почти попадает в челюсть. По-моему, все-таки куда-то он больше в листок включать пришелся. У нас второй перерыв. Так, гораздо более активным получился второй раунд. Более насыщенным. Самое главное, мне кажется, что Григор выглядит заметно свежее. Более насыщенным. Субтитры делал DimaTorzok Вот сейчас рассечение ватным тампоном для того, чтобы остановить это самое кровотечение. Ну и вот посмотри, уже гораздо меньше сил осталось у Матэвасяна. Если мы с тобой оба отмечали, что после первого раунда он мог себе позволить походить и пробовали там плечи растягивать его угловые, то сейчас он практически так же, как и его оппонент сидит. Но, кстати, Василий выглядит еще более измотанным. Возможно, это только внешне так кажется, мы сейчас это проверим, потому что начинается третий раунд. Да, сохраняет интригу бойцы до третьего отрезка этого противостояния. Да, дергает Григор Матэвасян. При этом, кстати, ты отмечаешь, что это делает Григора. Мы слышим, что дергать подсказывают и Василию Бабичу, то есть примерно одного и того же хотят у главы своих спортсменов. Но очевидно, что нельзя застаиваться перед тайским боксером и очевидно, что нужно постоянно финтить и обманывать. Только в таком случае можно минимизировать количество вот таких попаданий. Начинает бросать миддл-кики, по корпусу пробивает Григосян и тут же лоу-кик жесткий. В этом раунде постоянно приходится Бабичу менять позицию, отступать назад и работать уже на отходе. Это тоже особенный элемент, который также нужно тренировать в случае, если все идет не совсем по собственному плану. Да, вот еще важно, что Василий Бабич стоит в левше, и поэтому, когда бьют по корпусу, это все-таки не в печень удары приходится. Но мы видим, насколько мощный Матэвасян и понимаем, что удары ногами от него в принципе не хочется пропускать. А эти самые удары Василий пропустил в самом начале раунда. Намеренно отталкивает от себя, ой, какое тяжелое попадание от Бабича! Да, попал сейчас Василий, возможно, Матэвасян подумал, что будет очередной проход от него, а он выбросил прямой удар с дальней руки и еще и очень удачно это сочетает с попытками переводов, забирает спину. Да, забрался за спину Бабич, разворачивается Матэвасян, Матэвасян вновь просовывает руки и вот здесь теперь сам уже будет менять позицию и прижимать оппонента к сетке. Да, у нас в принципе уже второй поединок подряд чем-то напоминает, если не шахматную партию, то такую игру в долгую, игру, где бойца понимает, что бой может пройти всю дистанцию. И самое интересное, что в общем-то до сих пор остается непонятным, как этот поединок закончится, потому что и первые раунды были интересными и сложными для оценки. И сейчас постоянно переходили инициативу от одного к другому, Матэвасян бросает. Мы привыкли к тому, что Василий чаще это делает и нацелен на это, но вот сейчас Григорь оказался сверху. Просят от Матэвасяна работать. Две с половиной минуты до конца у нас самая середина третьего раунда. И да, у нас довольно непривычная и нетипичная позиция для этого поединка, потому что на этот раз Матэвасян доминирует в борьбе. Просит локти от Григора. Еще с левой хорошее попадание в область челюсти, но здесь так грамотно вяжет. И корпус голова проходит. Еще отличный локоть. Да, какой полезный и какой нужный перевод для Григора, как много пользы он из него извлекает. И понимаем мы, что, конечно, близок и к тому, чтобы и раунд, и победу в поединке забрать Матэвасян сейчас. Да, в общем-то все, скажем так, становится ясным только к завершению этого поединка. Более очевидным, скажем так, преимущество точно за Григором Матэвасяном. На серии из трех досрочных побед идет Григор, но вполне возможно, что этот бой дойдет до решения, хотя это решение, скорее всего, будет в его пользу. Два очень плотных боковых все-таки зарядил Григор. Григор внимательно следит за тем, чтобы не попасться на треугольник. Высоко пытался забрать ноги Бабич и продолжает, и продолжает пропускать средние силы, наверное, удары. Да, как будто бы Василий устал сильнее, чем рассчитывал, чем планировал, чем был готов. Но, опять же, понимаем мы, что пауза у него была очень долгая, 15 месяцев не дрался Василий Бабич. В марке 2019 года был его последний поединок. Еще локоть. 45 секунд до конца и очень жесткий локоть. И как раз нам показывают по правым глазам. И гематома, и рассечение есть у Василия. Гонят, гонят секунданты вперед Григора Матэвасяна. Практически выпрыгивают просто со своих мест. Очень хотят досрочную победу, чтобы дебют в Василии был просто блестящий. Ну и для этого еще есть 20 секунд. Просят локти. Просят локти в углу от Матэвасяна. И он, посмотрите, за 15 секунд до конца как раз-таки очень жесткий локоть пробивает. Кажется, снимает все вопросы о победителе. Слушаем о том, что 10 секунд до конца боя остается. И все. Григорь Матэвасян блестяще проводит последнюю педеминутку. Помогает встать своему сопернику. Браво, джентльменское поведение на правах, скажем так, хозяина. Очень хороший прием, скажем так, оказал сегодня он своему оппоненту. Василию Бабичу есть, безусловно, над чем поработать. Есть очень сильные стороны. Но сегодня, полагаю, рискну предположить, что ему не хватило как раз вот этой жесткости, этой ударной техники. И делать ставку только на борьбу здесь было достаточно опрометчиво. Смотрим еще раз основные эпизоды. Уже здесь как активно работал Григор Матэвасян. Ну и как у нас все готово к тому, чтобы объявить решение. Уже по погоне смешанных боевых яноборств в этом порединке. По итогам трех раундов единогласным решением судей одержал победу. Григор Матэвасян, город Сочи. Ну что ж, дебют состоялся. Поздравляем Григора Матэвасяна с очень уверенной и яркой победой. Семь побед подряд теперь у Григора Матэвасяна. Очень хороший винстрик. Именно так любят называть победную серию. Наши англоговорящие коллеги с двух поражений он начал. И вот теперь в полном порядке.